Добрый вечер! Прямой эфир программы Телемикс Новости в студии Виктория Сарада. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе и не только. Смотрите сегодня в программе. Новая остановка на старом маршруте. На Тургенево переносят автобусную платформу. Поймались поличным продавцы алкоголя. Заплатят штраф. Дорогу молодежи, сроку в краевой администрации смогут пройти студенты. Рисов из «Звезды» филоконкурс народного творчества в авангарде. Конная грация соревнования по куру прошли в Уссурийске. Новая слава из Маковки идеальна для малышей. Последний рабочий день в Уссурийске дождливый и прохладный. Но в выходные погода изменится и порадует жителей солнечным теплом. В субботу днем воздух прогреется до плюс 24. Антициклон принесет спокойную погоду без сильного ветра и осадков. Ночью градусники покажут плюс 6-8. Воскресенье станет отличным днем для прогулок и отдыха на природе. Столбики термометров поднимутся до 29 градусов. Ветер южный, умеренный. На первую половину следующей недели синоптики прогнозируют сильный ветер и осадки. Новый и старый маршрут. Автобусы по улице Тургенева в районе железнодорожного вокзала будут двигаться несколько иначе. Улицу оснащают новым остановочным пунктом. А вот старую остановку ликвидируют. Годами автобусы останавливались практически на самом перекрестке Тургенева-Комсомольская. Это небезопасно. Здесь очень активное движение. Плюс пешеходная зона через дорогу. В администрацию округа поступали просьбы о переносе остановки. Все бумажные вопросы решены. Дело за строительством. В первую очередь это для безопасности дорожного движения, так как остановка расположена близко к перекрестку. Это нарушение, так как она должна находиться не менее 15 метров. В то же время удобство для выезда автобуса. Карман для въезда автобусов, платформа для пассажиров и закрытая от ветра конструкция. Половина из задуманного уже сделана. Работы производятся глобальные. Здесь уложены огромные водопропускные трубы. Оснащена площадка под платформу. По периметру всего сооружения уложат новый бордюр. На работы запланирован месяц. Не исключено, что дорожники справятся быстрее, если в планы не вмешается дождливая погода. Совсем скоро на новом месте вырастет остановка с металлическими стенами и поликарбонатной крышей. Екатерина Рехтина, Ольга Муравьева и Антон Войсыховский, Телемикс. Продавцов поймали с поличным. Стражи порядка и сотрудники администрации провели рейд по незаконной торговле алкоголем. Известно, что продажа спиртного в магазинах запрещена после 10 часов вечера. Но нашлись места, где букву закона игнорируют. Подробности далее. Продуктовый магазин по декабристов 45 закрыт. Но работает особое окошко, где можно купить горячительный напиток даже ночью в обход закона. К огорчению продавца об этом знают не только местные жители. После полуночи полицейские и сотрудники администрации нагрянули с проверкой и зафиксировали нарушение. Пиво мужчине продали без вопросов. Данная торговая точка известна. В феврале месяце мы здесь были совместно с сотрудниками полиции. Был здесь проведен рейд и были выявлены факты нарушения реализации пива в ночное время. Час ночи. В магазине на промышленной очередь из желающих употребить. А ко входу в торговую точку постоянно подъезжают машины. Счастливые покупатели выносят пиво пакетами. Подтверждение тому – запись с видеорегистратора. Когда сотрудники полиции вышли из укрытия, оказалось, что в столь поздний час люди наведались за хлебушком и мороженым. А кто-то случайно мимо прогуливался. Я просто смотрю у вас, здесь какое-то движение, поинтересуюсь. Здесь я никогда не… они всегда, допустим, продают, 18 лет всегда спрашивают. Здесь всегда действуют по закону, божатся местные жители. Даже объявление имеется. Но работница павильона без лишних слов заполняет бумаги. А старший продавец тем временем отвечает за сотрудника. Поступил звонок в отдел торговли о том, что у вас здесь реализовывается незаконно. И вот мы приехали и увидели. Кстати, мы здесь у вас не первый раз. Первый раз мы были зимой. Данного факта нарушение не подтвердилось. Потому что мы не продаем. А вот сейчас факт подтвердился. Девочка, может, не спала. Среди ночных торговых точек были и такие, в которых алкоголь ночью не отпускали. Слишком дорого нарушать. Штраф на физлицо от полутора до двух тысяч. На должностное от двадцати до сорока. А на юридическое от ста до трехсот тысяч рублей. За полгода выявили 13 магазинов с незаконной продажей алкоголя. По телефону горячей линии любой житель округа может сообщить о такой торговой точке. И она будет включена в план проверки. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Пенсионеры Уссурийска погрузились во всемирную паутину. В пенсионном фонде нашего города состоялось обучение компьютерной грамотности лиц преклонного возраста. Бабушки и дедушки осваивали тонкости пользования гаджетами, а также зарегистрировались в популярных социальных сетях. Ольга Муравьева с подробностями. Окно в интернет. В Приморье реализуется программа повышения компьютерной грамотности для пенсионеров. Люди преклонного возраста теперь смогут бороздить просторы интернета. Но сначала необходимо освоить все тонкости этого дела. Бесплатные курсы в помощь. Как оказалось, желающих предостаточно. Всегда считалось, что интернет это дело молодого более поколения. Но сегодняшняя жизнь показывает, что все-таки это уже интересно и более старшему поколению. Это позволяет им жить полноценной жизнью. Мало того, что получать услуги в электронной форме, не выходя из дома. Но кроме того, это мы все знаем и фильмы, и путешествия, и общение с близкими, и родственниками. Бабушки и дедушки сели за парты. Сегодня они ученики. Преподаватели лет на 30 моложе, но многому могут научить. Здесь очень просто говорят о сложном для пенсионеров. Сам курс занятий состоит из нескольких уроков. Знакомство с сайтами, регистрация в социальных сетях и, конечно же, самые азы. Что такое гаджет и как его приручить. Нажатие один раз, буквально до секунды. Это одна функция. Нажатие и удержание – это другая функция. Опять же, двойное касание. Смах вверх, смах вниз, влево, вправо – это все разные функции. Неподдельный интерес в глазах обучаемых. Для многих из них все это в новинку. На обучение съехались пожилые люди со всего края. Людмила Витальевна Поскачеева – педагог с большим стажем. Приехала из Хороля. Свой отдых она заслужила. Но, как оказалось, жизнь на пенсии только начинается. И самое время получать новые знания. Я сама не здешняя, я с запада. Поэтому у меня очень много друзей, одноклассники, одногруппники. Поэтому мы переписываемся, общаемся, узнаем друг о друге много чего. Недавно я совсем нашла своих одноклассников случайно. И мы много узнали друг о друге. Программа «Окно в интернет» уже работает несколько лет. И на базе Уссурийского пенсионного фонда это не первое обучение. Благодаря таким курсам свою грамотность повысили более 70 жителей края. А значит, им стали доступнее не только развлечения в интернете, но также государственные и муниципальные услуги. Ольга Муравьева, Алексей Шаповалов, Телемикс. «Мой город. Моя молодость». Фестиваль с таким названием пройдет в субботу на территории рядом с Уссурийским музеем. Праздник приурочили сразу к двум событиям. Международному дню музеев и 120-летию со дня присвоения Уссурийску статуса города. В программе 40 развлекательных площадок. На мероприятия приглашены учреждения, предприятия города, среднее и высшее образование, спортивные организации, военные. Будут проходить мастер-классы, будут организованы игры, викторины, выставки. Будет дрессировка собак, ретро-автомобили представлено. Вход будет свободный. Возрастных ограничений здесь нет, потому что абсолютно любого возраста человек, это маленький ребенок, дошкольник с родителями, взрослые, студенты, пенсионеры. Все могут прийти и посмотреть, потому что это будут и мастер-классы, это будут какие-то опыты проводиться, и показательные выступления. Ну, конечно, можно посмотреть, можно принять участие в этом. Мероприятие будет проходить на территории, прилегающей к музею. Будет проходить с 12 часов до 15 дня. Поэтому мы обращаемся ко всем и приглашаем посетить наш фестиваль. Стажировку в краевой администрации смогут пройти студенты Приморья. По информации официального сайта, такое распоряжение дал глава региона Андрей Тарасенко. Сроки практики с 11 июня по 11 сентября этого года. Участником может стать любой гражданин России в возрасте от 18 до 30 лет включительно, который учится в ВУЗе не ниже третьего курса. До 25 мая необходимо предоставить в департамент по делам молодежи Приморского края анкету копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, справку из ВУЗа, копии характеристик, рекомендации и грамоты. Документы можно подать лично, либо направить на электронную почту, которая указана на экране с пометкой «Стажировка». Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. В Борисовке зажглись звезды. Фестиваль-конкурс народного творчества в авангарде. Конная грация. Соревнования по конкуру прошли в Иссурийске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Борисовке вновь зажглись звезды. В Доме культуры «Авангард» прошел 11-й фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества. На гала-концерте показали лучшие номера со всего Уссурийского округа. В числе зрителей оказалась и наша съемочная группа. Целый год коллективы сельских клубов и домов культуры готовились к главному событию весны. Более 3,5 тысяч участников, 320 творческих номеров и только 29 лучших выступили в селе Борисовке на отчетном гала-концерте фестиваля «Здесь зажигают звезды». На гала-концерт отбираются лучшие участники самодеятельного творчества. У нас составляется жюри фестиваля «Есть свое положение». Это жюри из творческих работников. Выезжает в каждое сельское поселение на концерт, отсматривает. Таким образом, ежегодно в нашем округе отчитываются сельские культурные объединения. Фестиваль проводят уже 11 лет. Тут не важны ни возраст, ни место проживания. Все решают лишь талант и уровень мастерства. Мы вокалисты, у нас забава. Коллектив у нас называется «Мы из ДК Нива». Сколько уже лет? О, это сложно сказать. Я начала в 87-м, потом прервалась, потом продолжила. Продолжила и стала лучше в составе своего хора. Вокалисты забавы из Дома культуры Нива победили среди команд численностью от 6 до 10 человек. Золото темирязевцы разделили с новонекольским ритмом. Вторые вынуждены были репетировать в здании средней школы. Дом культуры в Новонекольске закрыт. Подготовки единственное, что нам негде заниматься. А так все хорошо, всегда слушаемся руководителя. Среди коллективов численностью от 2 до 5 человек золото разделили Алексей Никольцы и артисты села Степнова. В номинации «Лучший клуб» победа досталась селу Богатырке. Гран-при забрал Дом культуры Родина. Илья Аманатов, Игорь Интонов, Телемикс. Соревнования по конкуру прошли в уссурийском округе. В гостях у конно-спортивного клуба «Грация». Наездники и лошади выступали в двух категориях. Бороться за медали прибыли не только уссурийцы. На призовые места также претендовали и спортсмены из Владивостока и Находки. Кто же оказался лучшим, узнаете из следующего сюжета. И таких препятствий нужно преодолеть 11. У каждого участника соревнований своя высота. Все зависит от возраста и опыта лошади. Конно-клуб «Грация» ежегодно проводит открытое первенство уссурийского городского округа. На этот раз за победой приехали гости из Находки и Владивостока. Маршрут 10 препятствий, 11 прыжков, высота препятствий, метр. На этих соревнованиях можно выполнить второй разряд. Вот сейчас будет маршрут 110, на нем можно второй разряд выполнить. Разряд могут получить только бывалые спортсмены. Они выступают в отдельной категории. У новичков свой зачет. При возрасте до 6 лет лошадь считается молодой. У таких участников соревнований своя дисциплина. Высота препятствий до 1 метра. Что вполне преодолимо при соответствующей подготовке. Готовились мы с весны. Лошадь молодая. Выступлением довольны, потому что это наши первые выездные соревнования. Первый метр в жизни этой лошади. Ему всего 4 года. Мы стартовали один раз на своем домашнем поле. 80 сантиметров. Прошли хорошо, чисто. Поэтому первый метр, бьютный. И первое место, конечно, довольны. Пройти трассу чисто. Главная задача пары – наездника и лошади. Всего на манеже конного клуба «Грация» 43 участника. Поделены на категории исключительно по возрасту скакунов. А вот среди тех, кто в седле, разницы нет. На площадке и бывалые спортсмены. И совсем еще дети. В 6 лет я ездил на пони. Ну, все мог, но не прыгал. Потом что-то бросил. И в 10 лет я вернулся и начал прыгать на лошадях. Слаженность действий наездника и лошади – залог успешного выступления. На этих соревнованиях отличились уссурицы. Большая часть медалей осталась в нашем городе. Но награды в виде лакомства для скакунов получили все команды без исключения. Каждая женщина, уходящая в декрет, получает пособие по беременности и родам, а также ежемесячное содержание до полутора лет ребенка. Трудоустроенные мамы оформляют выплаты через своего работодателя, безработные через отдел социальной защиты. А как быть тем, кто работает сам на себя? Ответ смотрите в нашей постоянной рубрике «Телеконсультант». Я собираюсь уходить в декрет. Являюсь индивидуальным предпринимателем. Хочу у вас узнать, как мне будут начисляться пособия по беременности и родам, а также ежемесячный выплат. Получается ведь, что я сама себе работодатель. Если человек является индивидуальным предпринимателем, он может вступить с фондом социального страхования в добровольные страховые отношения. Для этого он подает заявление, оплачивает страховые взносы в тюрьме 3302 рубля. И на следующий год он может получить пособие при рождении ребенка, по уходу за ребенком и получить выплаты по больничным листкам. Примерно сумма на рождение ребенка – это примерно 20 тысяч. Она фиксирована. Если это пособие по уходу за ребенком, то 3770 рублей, 80 копеек. А если индивидуальный предприниматель не вступил в добровольные отношения, он может получить эти пособия в соцзащите. Ямочный ремонт и углубление кюветов. Сейчас все силы дорожников брошены на эти работы. Процесс восстановления дорожного полотна уже стартовал, но главный объем работ запланировали на лето. Глава администрации округа Евгений Корж посетил район 5-го километра Уссурийска, где со специалистами оценил масштабы предстоящих преобразований. Традиционный проезд по Уссурийску. Городоначальник оценивает состояние улиц города. На этот раз в поле зрения район 5-го и 6-го километров. На каждой остановке список заданий у специалистов-дорожников пополняется. Мы сейчас ехали по лимичевке. Там опять надо убирать ямы. Или через год будут вот такие ямы. У меня ямочный расписан полностью на весь теплый период. То, что мы сейчас проехали ровно и все остальное, я их сейчас перенесу на июнь месяц. По пути следования Евгений Корж делает остановку в районе северного городка. Этот гарнизон военного подчинения. Здания, сооружения, дороги и все имущество принадлежат Министерству обороны. Годами люди ждут, когда их жизнь изменится в лучшую сторону. Работы по благоустройству здесь город проводить не может. А вот повлиять на ситуацию вполне. Там наши военные. Те, которые защищают нашу родину. И как у них, конечно, сейчас состояние инфраструктуры вокруг их дома, оно просто ужасное. Конечно, будем выходить на командование, на Хабаровск и решать вопрос, чтобы их включили уже в этот год, надо делать ремонт. После недавнего субботника санитарное состояние улиц Уссурийска в основном благополучное. Но кое-где еще необходимо наводить порядок. И это касается не только жилых дворов. Кюветы вдоль дорог на пятом километре замусорены. Мы сейчас ехали, вы видели, что многие трубы с той стороны закрыты. Надо инспекцию труб срочно провести. И вон, видишь, там уже обвал. Обвал устранить. Кювет привести в соответствие. Это из первоочередных задач. Также разработана дорожная карта. Каким участком дорог пятого и шестого километров приступить в первую очередь. Ведь впереди лето. А это главное время, когда идут основные работы на проезжих частях Уссурийска. Мы проверили в основном те моменты, где у нас будут делать ямочные ремонты. Где надо проверить, где надо еще больше усилить ямочный ремонт. Сейчас, конечно, у нас кюветы и дороги. Это самое главное. И мусорки. Проверили, посмотрели. Где-то убирает, где-то нет. Ну, дал задание, сейчас проверит, посмотрит. Дальше будет все заниматься ремонтом. Такие выезды глава администрации проводит каждую неделю. И каждый раз у предприятий, обслуживающих дороги, пополняется объем задач. Ведь только таким личным контролем можно добиться слаженной работы сотрудников дорожных служб. Родьева Алексей Шаповалов, Телемикс. Продолжит выпуск наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня мы расскажем о сестре и брате. Ксюша и Рома дружные, творческие дети всегда поддержат и придут друг к другу на помощь. Эти родные люди хотят полноценную семью, чтобы у них были мама и папа. Знакомьтесь. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке группы компании «НК Уссури». Дети у нас совсем недавно. Сейчас у них происходит притирка с коллективом, период адаптации. Но дети очень хорошие, добрые, ласковые. Но они нуждаются, конечно, в материнской любви, заботе и в большом-большом терпении. Рома у нас очень подвижный, активный. Любимое его занятие – это футбол. Он виртуозно обращается с мячом. Любит, очень любит оригами. Может заниматься долго, рисует хорошо. Но с ним можно найти общий язык, и он любит помогать. Он хороший помощник. Я учусь в третьем классе в шестнадцатой школе. Мне 10 лет. Мое самое любимое занятие из всех – это играть в футбол. Мечтаю стать футболистом. Ксюша – добрая, отзывчивая девочка. Хорошо помогает. Любит рисовать. Очень хорошо катается на скейтборде. Мастерски просто. Помощница хорошая. Меня зовут Ксюша. Мне 11 лет. Я учусь в четвертом классе. Мне очень нравится рисовать. Очень люблю кататься на скейте. Я люблю петь, танцевать. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке разреза управления «Новошахтинское» компании «Суэк». На этом пока все. Сюжеты вы также можете увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии прямого эфира работала Виктория Сарада. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok